Слушай, ну ты же работал в исполкоме где-то там. Я не работал в исполкоме, я ходил в исполкоме. Хотел, хотел, ну ты ж хотел. Я бы работал, но я хотел, ну и что? Ну, если бы ты не заебал, извиняюсь, всех чиновников там. Они ж меня заебали, они ж не отвечают на вопросы, не исполняют. Вот пошла Валентина на распродажу на рабочем месте, а ее выгородили, покрыли ее, покрыл ее Барановский. Да как на это смотреть? Кто кого заебал? Ты же не держал свечку, когда он ее покрывал? Покрывал он в смысле не физически, а вот это вот, юридически. Хорошо, давай так, а кто из нас на рабочем месте не пойдет в магазин, если у него свободное время? Вот, пойдет, и потом начальство отчитает себя в три погибели, а может и уволит, а ей ничего. Ну, смотри, это часть нашего менталитета. Привыкли быть дураками, воровать, привыкли делать все спустя рукава. Вот и все. Это часть, потому что, ну, закон, это, я так тоже долго думал над этим. Ведь у каждого из нас, ну, я образно выражаюсь, в гараже стоит свежеспиженный или староспиженный станочек, скамеечка, деталька с завода, кучка болтов, нас все несут, потому что у нас не платят, как бы, зарплату, ну, а раз не платят, ну, это такое фигуральное выражение, то и мы сцени. То же самое делают чиновники. Когда говорят, как платят, так и работают, я пошла туда. Бедняга. Не позавидуешь ей. Не, я никого не завидую, я как бы могу себе спокойно пока еще заработать, как бы, это самое... А я вот в то время не мог, меня на работу не брали. Да ладно. Ну, ты не хотел заработать. Да хотел. У тебя звезда словилась, причем заслуженная вполне возможно. Не, ну, я заслужил, конечно, звезду, потому что я много сделал, много наморался. Я просто говорю, и просто тебе стало обидно, что государство не хочет использовать твои дамы. Да, да, да. Ты оказался ему нужен, не нужен, понимаешь? Да, да, Евгений, черт, ты же психотерапевт еще, сам уже дальнобойщик. Да? Да не, я просто в сортире сижу скучно. Понятно. Ладно, Женя, все, 15 минут мы с тобой проболтали, я услышал от себя, что ты хотел, что я хотел, что ты адекватный человек, ты вот адекватный человек насчет законов, да? Здесь все равны перед законом, это железобетонно. Ну, должно быть так, по крайней мере. Должно быть так, но так почему-то не происходит, а почему так не происходит? Ну, почему не происходит? Ну, потому что мы сами не добиваемся исполнения его от всех. Мы не учим наших чиновников жить так, как законы эти прописаны. Так, а как их научить? Ну, как научить? Ну, в любом случае, не силовыми вариантами. Не силовыми? Не, не силовыми. Им силовыми с нами можно, а мы с ними не можем. Увы, любое государство имеет право на насилие. Это прописано и в польском, и в литовском, и в украинском сценарии Конституции. Везде это прописано. Поэтому тут это даже под сомнение ставить глупо. Потому, что в некоторых странах, допустим, за измену забрасывают камнями. А Оля, я смотрю, хорошо выглядит сейчас. Понимаешь? Отрубают руки некоторым заворовству в некоторых странах, и никто их не осуждает. Потому, что там нефть и газ. Поэтому все законы пишутся, исходя из менталитета той страны, где это все происходит. Ну, я так предполагаю. Так а нам что делать? Какие у нас методы остались? Какие рычаги? Какие рычаги? Ну, смотри. Какие рычаги? Во-первых, чтобы были методы и рычаги, надо как-то возвращаться сюда, чтобы это все делать отсюда. Потому, что когда это делается извне... Ну, я тут право. Ну, я не могу себе это позволить. Вот уже Протасевич вернулся. Ну, и где Протасевич? Ну, и что? Протасевич может что-то делать. Подожди. Мотри. Это в твоих интересах. Знаешь почему? Протасевич пока вернулся, он вторую бабу поменял. Понимаешь? Так это же бабы надо возвращаться. Да. Смотри. Тут сценарий какой. Допустим, ты, Сливчук, возвращаетесь и объявляете о свадьбе. С вас снимают все статьи, вы спокойно живете. Все. Нет, ты уже не в ту сторону пошел. Ты был серьезным, а теперь стал ерничать. Ладно. Все, не надо. Давай, до встречи. Короче, береги себя. Привет к ментам. Скажи, что мы плохого страны не желаем. Мы только за справедливость. За торжество закона. Да ты официально об этом объяви. И все. Тут же никто не хочет тебя садить. Я думаю, что в кулуарах там вверху, я уверен, процентов на 99, наверное, что многие бы хотели заполучить вас обратно, но не в виде этих осужденных, а в виде людей тех, которые как-то... Ну, хотя бы за деньги вас купить. Знаешь, я бы вас купил. Если бы был государством, я бы вас купил. За такую сумму вы не отказались. И вы бы работали на государство. Но при этом не сильно выражая протесты. Как Гайдукевич вот так вот. Подожди, подожди. Не знаю, как Гайдукевич там кто, но там у меня к нему свои вопросы, претензии. Поэтому Гайдукевич вообще, он же сказал по-русски, что до 40 нужно всем развестись по два раза. Там что-то такое в этом роде примерно. Ага, понятно. Я ему про насчет писюна звонил. Он сказал, что это не мой писюн, это ваш писюн. Еще обвинил меня в том, что я взломал его телеграм-канал. А, это ты слабастый, это якобы, да? Ну, это ясно. Ясно. Как говорится, это был писюн, кого надо писюн. Все понимают. Ну, его же тоже не привлекли за порнографию. У нас законы, как бы, с одной стороны хороши, с другой несовершенны. Избежать ответственности. Есть такая поговорка, знаешь, незнание закона не освобождает от ответственности. Зато знание запросто. Ну, кто привлечь его, значит, выбить ножку стула из-под того, кто на ней сидит. Вот, вот если бы я Кишин показал, меня посадили. А его не посадили. Нет, не прав ты. Раскручивал я одного чувака, педофила. Ну, он так, условно педофил, старше 14-15 выбирал. Рассылал всем свои интимные подробности в личку. И его не привлекли. Потому что не нашли состава преступления в его деяниях. Я сам охренел, конечно. Это у нас советский отдел, по-моему, на этих регистрациях. Ну, понятно. Поэтому тут закон у нас дырявый в некоторых моментах. Ну, ладно. Будем работать над этим. Ну. Попробуй выложить писюн тоже еще раз. Не. Проверишь там. Не. Давай ты первый потом уже. Так у меня малый. Причем размер не имеет значения, когда ты вылаживаешь его в интернете. Главное, сам факт, сам акт. Акт. Ну, ладно. Все. Береги писюн. Пока. Давай.